Всем большой привет! Сегодня влог начну неожиданно. Я вообще не собиралась сегодня ничего снимать, даже не готовилась, не красилась, ничего такого. Просто в сумке была камера, поэтому решила взять и все-таки начать снимать новый влог. С утра уже пришла на квартиру, еще в 9 утра. У нас, получается, не может быть вообще у нас без проблем все. У нас, у соседки, начала течь труба, которая канализационная. Оказывается, она у нас где-то внизу там лопнула. У нас была старая, ржавая. В общем, сейчас вам покажу. И только что приходили с ЖЭКа. Мы все это поменяли. Часа 2 они здесь были. Тут был такой срач, все черное. Мы все с мужем все это вымыли. Вот эту трубу полностью поменяли. Поставили туалет, подключили воду. И опять соседка кричит, что у нее там течет все. В общем, оказывается, они там внизу какую-то трубу, которая идет между нашими квартирами в бетоне. Они ее повредили, и она опять течет. Опять муж им позвонил. В общем, не знаю, когда они придут. Надо ее менять. А чтобы ее менять, нужно разбивать полностью этот вот наш порожек, плитку, чтобы достать до этой трубы. В общем, это просто кошмар какой-то. Мы сегодня не попали на занятия. Я не в реабилитационный центр, не к логопеду. Получается, муж пошел на работу. Я здесь одна. Слава Богу, брат дома сидит с Давидом, с Абой. Сейчас, я не знаю, жду их. Придут они что-то будут еще делать сегодня, не сегодня. Потому что у соседки прям сильно все течет. В общем, кошмар какой-то. Хорошо, что это случилось сейчас. Они, когда мы уже въехали, и тогда было вообще капец как обидно, что мы все уже вымыли, заехали. И все это разбивать. В общем, проблемы за проблемой. Без проблем у нас быть не может. Я даже не удивлена. Сейчас пока жду их, не знаю, надо помыть люстру, которая из зала. А, вообще я вам давно не показывала. У нас тут уже столько всего нового. Мы, в общем, повыносили уже это с нашей спальни, кровать, стол. Это мы тут чай пили. В общем, здесь уже сняли старый линолеум. Муж поменял эти розетки. И здесь уже сегодня-завтра будут ложить новый линолеум. Также уже достали телевизор. Тоже все повытирали. Кондиционер полностью разобрал. Муж я все помыла. Теперь его осталось повесить. И вот у Давида в комнате. Включу, какая разница, как так выглядит линолеум и как со светом. На самом деле он выглядит чуть-чуть темнее. Еще он лежит, разлеживается линолеум. И еще я позавчера уже полностью намыла и батареи, и пыль повытирала с потолка, со стен. Потому что все было белое. Окно помыла, только с этой стороны еще осталось там балкон помыть. В общем, потихоньку. Дверь уже даже помыла. Что еще тут у нас? Уже полностью собрали шкаф. В общем, понемножку продвигаемся. И я вам, кстати, наверное, не показывала даже обои наши. Я уже не помню, когда в последний раз снимала. На самом деле, наверное, сдалека кажется, что стены белые. Но это обои. Очень мне нравятся эти обои. Вот так вот они выглядят. Я прям так хочу. И к нам в спальню такие же точно обои. Мне очень нравятся. Итак, я уже пришла домой. На квартире осталась свекровь. В общем, придут сегодня рабочие. Будут менять трубу, которую они повредили. Ну, а я решила приготовить ужин и заодно показать вам. Как видите, я сейчас режу рыбу. У меня пангасиус в филе. Буду его жарить просто в кляре. Я его помыла. Оно было без косточек уже. Порезала. Немного посолила, поперчила. Перемешаю и оставлю промариноваться. Тем временем подготовлю кабачки. Хочу сегодня кабачки запечь соусом, с помидорами и сыром в духовке. Получилось очень вкусно. У меня даже ел муж, хотя любит он их только жареные и с майонезом. В общем, для начала я кабачки мою и очищу от кожуры, так как кабачки уже не сильно молодые. И нарежу кольцами где-то по полсантиметра. Кабачки я посолила, перемешала и оставлю на столе минут на 20, чтобы они пустили лишнюю жидкость, которую я потом солью. А тем временем помыла помидоры. Также нарезаю кружочками. Я выбирала помидоры небольшие. Вот у меня сливки для того, чтобы колечки помидор совпадали с колечками кабачков. Для соуса я взяла пол баночки сметаны. Это примерно грамм 200, наверное. Добавила 2 зубчика чеснока. Можно еще добавить зелень, но я не стала в этот раз добавлять. И добавила немного соли. Тут ко мне уже присоединился Давидулик, жует булочку и заодно рисует. Для кляра я взяла 2 яйца. Сейчас их перемешаю, посолю. И в отдельную тарелочку насыплю муку. И буду макать рыбу. Сначала в муку, потом в яйцо. В общем, стандартный кляр для рыбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Жарю я на разогретой сковородке на среднем огне под закрытой крышкой Кабачки пустили сок, я его вылила и вылаживаю кабачки на противень, я его застелила фольгой Но лучше конечно пергаментом, но и к фольге они у меня в принципе тоже не прилипли Я смазала маслом, вылаживаю кабачки, Давид помогает, помощник мой Затем смазываю соусом сметанным И вылаживаю помидоры, помидоры стараюсь подобрать вот каждый кружочек по размеру кабачка Чтобы в общем было красиво И кстати мне этих помидор не хватило, я потом еще парочку дорезала И ставим запекать наши кабачки в духовку минут на 20 Смотрите как любите вы, я люблю чтобы кабачки немножко как хрустели, чтобы не были сильно мягкие В конце, через 15 минут я добавила сыр и еще минут на 7 поставила в духовку Что вы тут делаете? Убираешься? Она не отдает тебе! Еще и рычит! Да? Вообще я побаиваюсь их оставлять Одних, потому что она может его и за руку кусить А вот он у нас жарко в квартире, а он ходит в длинных штанах Потому что она и лапами становится Так-то вроде ногти подстригаем, но все равно царапает И прикусить может, да? А ну-ка давай! Держи, не, а сам держи крепко! А ну-ка иди! А еще сейчас хочу попробовать новую тряпочку Купила микрофибровую У меня есть микрофибровая, но она для пыли А это именно для стекол и зеркал И вроде как не надо даже пользоваться Всеми чистящими способами моющими Просто ее намочить И зеркало должно быть чистое В общем, не очень в это верится Но сейчас проверю и все вам покажу На вид она, конечно, очень отличается от той, что у меня была То есть это я вытираю пыль Ей уже, наверное, где-то год И с ней ничего не случается Я ее после каждого раза, как использую Просто стираю с мылом и все Но, в общем, здесь она более выпуклая, жесткая А эта более такая гладенькая и тоненькая Показать в ванной Вот здесь такие пятна, разводы И как легко и просто Я не знаю, может быть, уже все давно этой тряпкой пользуются Но я для себя открыла сегодня Очень удобно Не надо тратить деньги на все эти моющие Тем более, они всегда так воняют На всю квартиру Что не хочется даже ими пользоваться Вот, смотрите, я вытерла Оно высыхает и все Ни одного пятнышка, ни одного развода Наш сегодняшний день закончился прогулкой на велосипеде У нас уже прохладно, поэтому давит кофточки Спасибо большое, что вы смотрели это видео до конца Не забудьте ставить нам лайки Писать свои комментарии Всех целую Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok